ничего делаешь натираю бокалы к новому ролику я уже начал снимать так что можешь говорить ну привет марсиане привет привет всем добрый день добрый вечер у меня два просто идеально натертых стакана бокала а это значит что мы будем сегодня что-то пить и соответственно дегустируйте об этом говорить о так ты подготовил приготовил я kill began kill began это достаточно простой blend ирландец но с определенными особенностями и фишечками все как мы любим поэтому давай сделай перебивку и поехали и так саня что ты знаешь про ирландцев ирландцы крутые ребята ирландские виски в чем особенность давай быстро быстро твоя проверка на тройная выдержка перегонка тройная перегонка да и джемисон и все вот ирландские бренды которых я сейчас не назову потому что забыл в них делают странная перегонка а вот эти ребята из kill began сказали следующее что мы придерживаемся традициям изготовления виски куча классных пафосных слов и поэтому они делают двойную дистилляцию мол типа такая традиция вот сам вот этот заводик вот этот вот типа 250 лет уже этой виска курни слова за который меня сейчас комментариях все уничтожит потому что это неправильное слово а правильно говорить дистиллерия а вот этот вискарик пару лет назад продавался в большом количестве в красно-белом и стоил он что-то порядка 1300 1500 потом пропал вот вот эта бутылочка конкретно это с определенной истории я знаю что вы любите истории поэтому я сейчас и и налью вот туда и эту историю расскажу бутылочка сама принципе ничем не примечательная такая достаточно традиционная колпачок не пробка не путать наливаем в наши бокалы металлическая металла и все так где пьют там и льют это бленда это бленда но как пишут в интернетах ваших что бленд из 5 летних спиртов не трехлетних а пятилетних но надо бы конечно проверить то есть пишут не менее трех лет ну а как бы некоторые сайты пишут что 5 это здорово самое примечательное по моему из-под бочек из-под бурбона да 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 бочки из-под бурбона и для ирландцев довольно интересный холодной перегонкой холодная фильтрация фильтрации вот значит человек в чем история где-то год или два назад однажды мне позвонил твой друг саня и этот саня снимался у нас с блога талискера талискера у нас с ним мы снимали еще что-то и по моему господи чего с ригом и снимали вот короче саня позвонил и говорит слушай тут закрывается магазин какой-то полная ликвидация товара приедь посмотри там остались какие-то еще образцы алкоголя спаски доз а ну часть ликвидация я естественно туда поехал не сразу пока доехал туда-сюда и собственно приехал а там уже выбора практически не осталось и я купил всего лишь две бутылки вот этот и джин бомбей вот 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 такой вот бомбей я красный взял и это и это я взял со скидками этот напиток мы снимали на канале всплывашка сейчас появится мне он тогда не очень понравился поэтому как вы видите что их бутылка практически полная вот а вот эту штуку я взял потому что цена была 4 меньше 1000 рублей то есть 0 7 меньше 1000 рублей когда в то время в кб она продавалась за 1300 1500 сейчас когда мы начали гуглить перед съемками естественно мы нашли что на винстайли она стоит 2000 рублей где-то 1700 ну то есть цена подросла ну как собственно все и на все вот поэтому как бы с одной стороны алкоголь за 2000 рублей кажется сейчас примечательно но мы-то помним что цена ему 1000 рублей вы давайте пробовать вот вся история ирландец с двухкратной дистилляцией бочки из-под бурбона спирты пятилетние на цвет он у него такой соломи на прозрачного ты не очень люблю такой цвет на самом деле мне все-таки нравится более подкрашенные виски мы понимаем что это искусственный цвет все равно даже здесь он покрашен цвет как такой вот ножек у него практически нет кстати такие очень очень слабенькие ножки аромат рисковат да и вот он отличается от шотландцев сразу чувствуется что вот у него такая большая свежесть да он прям берет свою дали какой-то определенной свежестью немножечко вот зеленого яблока я бы сказал можно так поумничаю да и ты мне но почувствуешь свежесть вот эту вот ну пока ты не сказал но в целом да если бы яблоко зеленое сейчас я порезал дольками вот тут вот есть такая нотка ну хорошо пахнет хорошо свежо нравится но я вот не помню конечно на вкус джемисон если бы он рядом стоял я бы сравнил но как бы кажется что они вот конкуренты из ирландцев но вроде как бы джемисон должен быть на чуть-чуть получше в качестве нет сто лет джемисон не пил мне тогда когда его пил очень нравился джемисон но классический джемисон я давно не пил что еще давно не пил white horse можно как-нибудь угарнуть все-таки шарландцы но пахнет приятно спиртуозен колюч и колюч спирт чувствуется ему бы может быть поставить подышать чуть-чуть может быть возьмем паузу на две-три минуты мне кажется надо прошло даже больше чем наверное минут пять прошло минут десять если если не большого напиток подышал и но спиртуозность ушла он стал менее колючий но появился какой-то другой привкус в аромате не могу сказать что он нет нам сильно нравится но нам теперь мягкий не колючий что то есть еще в нем какая-то медовость как будто медовость карамельный что ли но такой сладковатый привкусу и яблоко уже по уму ушло яблоко тоже да не чувствую или приелась уже просто потерялась но давай пробовать давай вот он момент настал мне очень интересный на самом деле не стандартно что 2 кстати по моему я вспомнил твой тут виски который ты любишь ирландский как он там называется ты все время подмечаешь вислер вислер да там есть уже двух война я бы взял дабл уху рисковат на вкусе рисковат рисковат после вкусе сладко фатка медовая пожалуйста туда есть яблоко все вообще нету нигде его где-то но вначале было куш мне кажется он не похож на джеймисона как ты ранее говорил но я не говорю же мисс он такой в одной категории ценовой хотя на джеймисон подороже на замесом все здоровье стоит чем 2000 что могу сказать он такой неплохой сбалансированный сладковато-медово цветочно нет ни цветочный не цветочный фруктовый он скорее фруктово-медовый какой-то такой бочки из-под бурбона я в нем вообще не чувствую если честно ну а кстати я бы тут поспорил он сладкий сладковатый а бурбон на свойстве имеет что кукуруза сладость на сладкого может быть из-за этого сладости мог получить не не только от бочки слушай но в целом такой неплохой напиток но я не могу сказать что он мне прям супер нравится вот как ты знаешь как-то неоднозначно с одной стороны за 1000 рублей 0 7 то что я купил опять же мне сочетание цена-качество ок но вот этим напитком я наслаждаться не смогу вот вообще как будто он как бы вот в нем мало вот если наш берешь шотландцев шотландцев выпирает вот что-то все время как-то вот выпирает а здесь все-таки приглушенная все такое вот в начале до выпирал начале очень был неплох но и спирты были спирты ушли и яблоко не ушло сейчас он стал прост простым простым но при этом как бы неплохим ты вот заметила пока мы ждали что 19 год розлива да 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 вот тут если посмотреть есть 26 0 8 19 то есть бутылка четыре года сейчас если что начало августа бутылка четыре года стояла неплохо да ну прикольно то есть и пять лет ну от трех до пяти наверное я думаю не больше выдержка ну такой на самом деле напиток весьма неплох весьма неплох но мог бы но ведь лучше они на постоянку да ну слушал за эти деньги но за те деньги только купил ранее он хорош я бы на нее просмотрелся бы ну и задумался взять его ли нет я бы его я бы второй раз его бы не брал но если бы он стоил допустим рублей 800 я бы я бы взял но я не не любитель ирландских виски вот что я для себя понимаю чем дольше я как бы нахожусь в мире алкогольных напитков а именно дискарных то мне больше конечно нравится шотландцы ирландцы вроде тоже как бы ничего но здесь же замечательные канадские виски есть замечательные бурбоны из америки есть тайваньский виски есть болгарские китайские есть английские есть итальянские в общем ничего только нет да но ирландцы это большая категория это большой пласт это наверно номер два как бы вы можете ошибусь и но мне кажется после шотландцев и идут ирландцы вот короче не знаю не знаю я как бы остался в каком-то таком странном впечатление вроде как бы все хорошо вроде бы все нормально но в то же время нет у меня никакого такого вау вот такого нет вот такого нет ну он простоват неплохо качественно стабильно сбалансировано питок но без своей изюминки но тем не менее допил боков на качество значит короче увидите попробуйте купите составьте свое мнение давайте продегустируем по госту не пропади гусь все хотел сказать давайте обсуждать в комментариях подискутируем хотел сказать но не смог выговорить в общем неоднозначно неоднозначно я бы скорее второй раз его бы не стал брать этот мое мнение вот так чисто к тебе прийти попробовать да да но не на постоянку и какой такой разочарование ладно друзья это все пишите в комментарии что вы думаете пока это напиток пробовали или не пробовали не забудьте подписаться поставить лайк колокольчик грамм на канал да еще можете вот этот видос посмотреть классный и вот это все теперь все пока пока увидимся в следующих роликах которые будут совсем скоро но так